Народ, всем пламенных и лоб, приветствую вас на канале Сфэмэля Вэн из жаркой солнечной Флориды. Я Тамиями Форд. Это дилер Форда. Я, соответственно, отдавал малыша Бронко на обслуживание. На самом деле такая ситуация, что обслуживание ему особо не надо было, потому что еще не подошел пробег, но по времени, то есть у меня еще не такой большой пробег, но по времени уже надо было, а поскольку для вашей аренды вам нужен систематический инспекшн, то вы обязаны это сделать, инспекшн лист предоставлять, чек-лист так называемый. Соответственно, я его загнал, и плановые работы я сделал немного вне планово, немножечко опережая. У меня на Бронко нет никаких программ, я покупал его, как вы помните, без всяких программ, без всяких переплат, покупал деньги и, соответственно, все, что необходимо, делаю сейчас за свой счет, поэтому покажу вам для начала, в начале ролика, сори, сколько мне обошелся ремонт, не ремонт, простите, а обслуживание Ford Bronco. Двигатель 2,7 у меня, то есть у Бронко 3 двигателя всего, это 2,3, это 2,7 на Кабуст и 3-х литровый на Рапторе стоит. Ну вот у меня 2,7. Ну что, давайте глянем, вам все покажу. Да, кстати, на самом деле, я всегда делаю на все свои машины обслуживание официальных дилеров. Я знаю, что может быть и дешевле где-то было, но поскольку машина у меня, это все-таки бизнес, у меня арендная компания, плюс я еще и потом продаю, если что, и я стараюсь сделать все так, как положено, иногда даже немножечко перья-перья, поэтому я понимаю, что некоторые сейчас скептики скажут, блин, нахрена мог сделать вот это там-то, там-то, знаю, ребята, знаю, когда у меня была старая Сиена, я ее обслуживал систематически, но обслуживал, кстати, у официального дилера было дешевле всего, 67 долларов на 3,5 литровый Сиене у меня стоило полное ТО, все остальные работы я показывал, там у меня есть видео, где я менял масло в нескольких компаниях, достаточно крупных, известных, и там, в общем, какой, в 150-й, интересный, я показывал, что менял его за 100 долларов, а в официальном дилере у меня было 68 долларов, поэтому я, в принципе, сторонник, что официальный дилер, заодно это всегда инспекция, это всегда, как бы, ну, подтверждение того, если что-то не так, то всегда можно переделать и сохранение, соответственно, естественно, гарантии. Так, ну вот такой, короче, мне выдали чек-лист, у меня, соответственно, все это дело, и я сделал работу, значит, там есть комплексные программы, минимальная программа стоит 100 долларов, дальше она идет 180 долларов, и, соответственно, дальше она идет, там, по-моему, 300 долларов, в общем, я взял среднюю программу, что мне сделали, естественно, ротация колес, это вообще, как бы, постоянно, вот она, видите, называется Сильвер, это замена масла фильтров, ротация колес, короче говоря, очистка системы масла, да, и, в общем, то есть промывка системы двигателя, и, короче, factory inspections, то есть полностью инспекция, как на, на фабрике, то есть, короче, по, скажем так, по запросу производителя, по рекомендации производителя, все по полной программе, 184 доллара, в итоге у меня счет был 220 долларов, соответственно, ну, короче, вот такой вот счет, здесь вот все и, видите, и работы, вот материалов на 99 долларов, на 85 работ, и дополнительные сборы, и, значит, за дополнительные сборы, короче говоря, в общем, в общем, и того на 220 долларов я сделал, ну, я сторонник обслуживать, и у меня много, слава богу, единомышленников, как из зрителей на канале, так и, в принципе, из друзей, знакомых, которые тоже любители своих автомобилей, которые делают все как положено, так как надо, заморачиваются, покупают всякие дорогие штучки и так далее, я вот тоже вот, ну, я замороченный с машинами, мне принципиально, я могу, конечно, какие-то вещи там, ну, там, допустим, на Тойоте, действительно, там и такой салон, прям, ну, знаете, он сделан из просто абы как, да, вот, кстати, мне такое приклеили штучку, что я у них обслужился, теперь на 17493, но я, еще раз говорю, у меня вот сейчас 12500 пробег, кстати, думаю сделать кровлю плотную, ладно, ребята, поехали дальше вам записывать видосы, показал здесь, рассказал о машине, я всегда про свои машины, про опыт обслуживания, про цены рассказываю, потому что машин у меня много, в сегодняшний день у меня осталось еще 11 машин, часть я распродал, ну, в общем, сейчас просто такая ситуация на рынке, что не очень в фаворе, прям, не очень в фаворе сейчас арена, сейчас мертвый сезон, но он скоро через месяц уже начнется новый, ладно, поехали с вами смотреть на тачки дальше. Сейчас залез сам к себе в телеграм-канал, нашел там среди множества объявлений, 139 тысяч стоит X5M Competition, вот этого вот уникального цвета, цвет реально нереальный вживую, это просто бомба вообще, я понимаю, почему так видно, фотографии так не передают. Вот, это авто 139 стоит уже в порту, то есть это с учетом выкупа, комиссии, страховок, доставок до стоянки, стоянки и доставки в порт, то есть две доставки, стоянка, страховка и комиссия автосалона, которая выкупает, в общем, все, все включено и это, ну, поверьте мне, это очень классная цена за вот эту вот комплектацию. Второй автомобиль стоит 108 тысяч и это, наверное, на 10 тысяч ниже рынка, машина всего 700 миль пробега, это Драйвит Грей, это очень востребованный дорогой цвет, большая, огромная редкость, я уже сейчас думаю себе, что ли, эту машину купить, но просто мне сейчас некуда, и я думаю, что мне BMW, как всегда, нифига не одобрит. Продают официальные дилеры автосалоны BMW, автомобили гарантийные, автомобили абсолютно, как бы, с чистой и прозрачной историей, поэтому, то есть, фактически вы покупаете автомобили из автосалона BMW, но с небольшими, так называемыми, техническими пробегами, то есть, по-моему, 700 или 600 миль у Драйвит Грея, и там стоит и Бау Рилкинс, то есть, и там, и там полнейшие комплектации со всеми опциями, практически все, что есть, экзактив пакет в М60, там, то есть, и массаж, и все на свете. В общем, ребят, это вам так для затравки, то есть, это то, что сейчас есть, есть еще очень хороший Lexus LX, но я стараюсь выкладывать все в Телеграм-канале, поэтому там ищем, но мы с вами отправляемся смотреть на автомобили и цены, и сегодня BMW, ваша любимая, наша любимая. Народ, всем большой привет! Ребята, мы с вами в автосалоне, в котором я периодически бываю, здесь, в Нейплс, во Флориде, в автосалоне, который продает одни из самых мужских, самых брутальных, самых таких вот, блин, прямо, ну, для многих желанных машин, потому что реально я понимаю, да, BMW, Mercedes и так далее, все это классно и здорово, но для тех, кто хочет что-то такое, чего никогда не держал в руках серьезного, вот что-то такое вот прямо совсем запредельное, это, конечно, джип. Джип стало вообще именем нарицательным, многие выражались о том, что там SUV или какой-то внедорожник, говорят, это джип, это джип, ну, так мы узнали о первых внедорожниках когда-то в СССР давно, и вот, я сейчас никогда бы не думал на площадке джип Рэм Крайслер, и так погнали, не забудьте подписаться на мой инстаграм, ЮСВМВАНС, телеграм-канал ЮСВМВАНС. Мимо прохожу, у меня, это, чтобы вы понимали, гром, видите, разразился гром, вы знаете, такой очень классный, как раз таки, вот такой, видите, видеоряд и такой гром, такой бешеный сейчас, молнии, гром, в общем, ну, на самом деле, гроза приближается, у нас сезон ураганов и гроз, это август-сентябрь во Флориде, это нормально, и вот в эти моменты, когда хочется ощутить надежность, когда хочется ощутить какую-то такую стопроцентную защиту, и понимаешь, что вообще все по плечу, и ничего тебе не страшно в плане дороги, или там погоды, например, то, безусловно, эти машины просто вот, ну, ну, тут, правда, GMC еще затесался, но, тем не менее, Naples город, и, видите, Jeep, Ram, Chrysler, Dodge. Для многих, кстати, до сих пор еще удивление, что Ram отделился, он больше нифига, короче говоря, никакого отношения, ну, не то, что никакого отношения к группе компании имеет, потому что это отдельно теперь марка выделена, ну, как бы, да. Итак, пока меня не залило дождем, давайте быстренько побежим и посмотрим. Кстати, ребята, кто сейчас в США ищет себе, вот, на Спарке, например, большие Heavy Duty для CarHulling, но это, правда, Longhorn, некоторые, знаете, я вот тут видел у одного из подписчиков, что, кстати, по башке прилетит вот такая штука, это вот отсюда с пальм падает, ребята, видите, опасно. Так, это у нас Cummins, это дизель, турбодизель, Ram, я, ну, это не новая машина, у них, у машин с пробегом не здесь цен, поэтому вот вам, Naples, Naples Jeep, Naples Chrysler, зайдите на сайт и посмотрите, сколько стоит, я не знаю, то есть это, а, подождите, стоп, 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 есть это новая машина, и вот вам, пожалуйста, 100 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, а вот Cessna полетела. Рядом гроза, а Cessna летит, ну, ладно, да летит, знаете, что делает. Ух, как гремит, гром гремит. Так, итак, погнали, джипы, джипы, джипы. Я про Wrangler, это, кстати, Сахара, судя по тому, что, видите, достаточно низко, даже спереди можно прийти, достаточно низко опущенные крылья. Это вообще джип-гладиатор, это пикап, очень популярная версия, ну, в Америке без пикапа это не жизнь, я вот живу без пикапа, мучаюсь. Ну, у меня только появился дом, поэтому я еще, еще все впереди, еще будет пикап обязательно, ребят. Блин, прикольно, вот такие даже вот маленькие штучки. Насколько вот все равно умеют они зацепить за душу. 67 тысяч стоит эта машина. Это у нас версия Overland, естественно, 4 на 4. Еще один гладиатор. Так, погнали дальше. Что тут у нас? У нас джип Grand Cherokee. У вашего покорного слуги есть эта машина. Это какая-то такая, в принципе, не сильно фаршированная версия. Классический бензин, 23-й год, 59 тысяч, посмотрите. Светлый салон. Камер 360 нету. Ну, очень пустая версия. Прям очень пустая. Еще, скорее всего, может быть и не 4 на 4. Давайте глянем. Limited, а не 4 на 4. Ну, вот, кто спрашивал, за сколько можно взять, вот, видели. Так, а вот эта вот версия Summit. Это самая топовая комплектация. Тоже 4 на 4. Смотрите, такой Black Edition. Некоторые называют Night Edition. То есть, ну, очень красиво. Смотрите, трубы. Ну, точнее сказать, не трубы, а такие вот фальш-накладки. Очень красивый. Тонированный хром. Есть здесь у пассажира. Это самая максимально, самая топовая комплектация. И вот такая вот прострочка там внутри. Блин, сейчас машина закрыта, ладно. Ну, у меня такая же, я показывал много раз. И посмотрите, цена на ней 76 тысяч долларов. 76 плюс, конечно, таксы, ну, плюс налоги, плюс оформление. И здесь у нас с вами нету ночного видения камеры 360. Здесь нет только ночного видения. А, ну, нет еще, кстати, проекции на лобовое стекло. Без проекции. Но при этом стоит Macintosh музыка. Ну, в принципе. Так, рэмы, блин, успею. Надеюсь, до дождя вам заснять материал. Если что, ребят, еще досниму. А вставлю еще, как я делал, то он Абронко. Сюда же, в эту версию. Наверное, я с нее начался ролик, я так думаю. Я еще не знаю, как это будет монтаж у меня. 4 на 4, Rebel. Кстати, это для тех, кому нужен автомобиль. Очень похожий. Капец, как гремит. Очень похожий на TRX. Но не TRX, намного дешевле. Соответственно, здесь, к сожалению, нет у меня Windows стикера. То есть, нету стикера. Но у него очень классный вид. Тундерочка стоит на чьей-то. Очень классный вид. И некоторые сюда еще делают накладки. Очень похож сразу на TRX. И многие вообще на дороге его даже не отличают. Цена у него заметно дешевле. Здесь у нас пороги выезжают. Большой экран. Видите? Стоят камеры. Не стоят нифига. 360. И нету проектов. А бывает. То есть, тут тоже все. Ну, такой. Но он стоит, ребят, разительно дешевле. Я сейчас постараюсь вам найти. Вот это вот, по-моему, тоже Rebel. А вон там у него есть Windows стикер. Это, кстати, видите? Чистый багажник. Еще нет. Без покрытия. Это денег стоит. Поэтому, ребят, ну, с покрытием по обыкновению. Цена на него 66 тысяч. Это 4х4. И это крюкап. Это большая кабина. Ну, соответственно, Harman... А, простите, Alpin. Стоит музыка. Не Harman Kardon. Бывает и Harman Kardon. Так, гибрид я показывал Pacific'у уже несколько раз. С той стороны стикер. Это гибридная Pacific'а. Это конкурент Siena. Конкурент... Блин, такие тонированные стекла, что нифига, нифига не видно. Ну, дорогая машина, это еще заряженная версия. Я сейчас, если мне где-то вот, ну, с Windows стикером представится возможность вам показать. Я просто уже показывал. У меня есть видео. Я прям отдельно обзор делал на всех на них. Ты-ты-ты-ты-ты. Ну, вот 59 тысяч стоит бензиновая версия. S. Да, примерно так же. Может, чуть-чуть дороже даже будет. О, на Hornet. Dodge Hornet. Очень красивая машина. Итальянцами сделана. В принципе, такой же выпустила... Видите, сам этот шершень. С красный этот. И цена у нее неизвестна. Там, короче говоря, стоит на Windows стикере только программа Total Price. Здесь, к сожалению, пока не видно. Но... Не, красивая машина. Посмотрите мой обзор. Тоже я записывал. Не так давно. В этом месяце у меня каждый день выходят ролики. Там уже поковыряться найти. Это у нас вагонир. Ребят, не путайте. Некоторые путают. Гранд вагонир и вагонир. Вагонир немножечко... Я не могу сказать даже поменьше. Но он немножечко другой. У него есть ряд отличий внутри салона и внешних. И самое главное отличие в двигателе. Потому что здесь у нас с вами стоит... Это, кстати, серия из 3. 4х4. Очень такая богатая версия. Тоже есть. Посмотрите у него проекция на лобовое стекло. И 89 тысяч он стоит. Соответственно, ну где-то, наверное, в районе 100 тысяч он обойдется Total. У него двигатель на Гранд вагонире. Значит, здесь, смотрите, у нас... Давайте посмотрим. Где у нас тут нифига не видно. Короче, по-моему, если не ошибаюсь, 5,3 у нас у вагонира и 6,2 у Гранд вагонира. Ну, как-то так. На полео. То есть, короче говоря, я сейчас не вижу. К сожалению, если вы нашли, я вот так вам поставлю. Поставьте, пожалуйста, себе на паузу и посмотрите. Вот. Я уже сейчас не помню. Я делал подробный очень обзор. Более того, я покупал машину, уже продал ее. То есть, у меня был Гранд вагонир. Обсидиан версии. Так. Хэми и Торг 1500. Это вот, кстати, обрубленная полуторная кабина. Ну, такая машина, знаете. 50 тысяч. Охота, рыбалка, если вы только вдвоем ездите, это чисто для груза. И Торг-система, кстати, о которой так много говорили. Одна из первых она появилась на американских машинах. И потом стала внедряться везде. Сегодня BMW с вот этим Mild Hybrid. Да, они имеют, собственно говоря, эту систему уже везде. BMW и Mercedes. То есть, много кто уже у нас имеет. Стив приехал на Dayton. Это у нас с вами Grand Cherokee Night Edition без хрома. Тоже вишневый цвет. И давайте посмотрим. В общем, у нас 49 тысяч. 49 тысяч. Ну, классная, кстати, цена. Да, простая версия. Но все равно полный привод. Night Edition. Вишневый на черном салоне. Знаете, так. Мамин мобиль такой. Ну, на самом деле, в большей части. Ну, я про цвет, хотя. Джипы, конечно, капец, как популярны. Так, ребята. Сразу по новостям скажу о том, что мы сейчас ждем предзаказы на TRX 2024 года. В ноябре, в конце декабря будут доступны. Вот, кстати, посмотрите. Версия стоит 53 тысячи. Но чуть попроще комплектация. Это гибридная версия Pacific. 53 тысячи. Это последний. То есть, это все новые автомобили. Я вам сейчас показываю. Поэтому вот очень красивый цвет. И посмотрите, это фуловая версия. Вот у нас сразу видно, что стоит система ночного видения. Радары. Стоит проекция на лобовое стекло. И, в общем, это сам. Это саммит. И вот как раз он. Все у него есть. И экраны и так далее. И давайте глянем на ценник. Ценник у него 73 тысячи, кстати. 73 тысячи с налогом будет 80 тысяч. Естественно, панорама. То есть, у него есть все. Еще и двухцветная версия. Очень красивая машина. Ну, мне кажется, очень. Стив Дайтона запускает. Так, у нас, смотрите, какое изобилие. Кстати, ребята, имейте в виду, сейчас у меня появилась по днях одна партнерская компания, которую можно купить, ну, к сожалению, не такой выбор от по цветам и комплектации, но можно купить без налогов. Уже машины абсолютно новые, из автосалонов, без налога. Поэтому обращайтесь, кому надо будет. То есть, там в основном белые варианты, и их там много, но они одной комплектации. Но зато, ну, если кому-то надо затюнить. Так, давайте посмотрим, еще покажу. Вот Фобо и один вариант. Это, кстати, Overland. Это предпоследняя комплектация. Но мы сейчас с вами видели Summit, который, как бы, вроде как, был бы фоловой, не был не фоловой, а потом самый полный. Поэтому надо смотреть всегда по факту, что есть. То есть, здесь у нас есть экран у пассажира, как в моей версии, есть пневмо. Всегда по умолчанию цифровой дисплей. Macintosh здесь есть у нас, естественно, камеры 360. А вот, кстати, смотрите, камер 360 здесь у него нет. Я просто не нащупал сначала, потому что передней камеры нет. Соответственно, вот вам, пожалуйста, вроде как Overland, да? А у меня на Limited есть и камеры 360, и кран для пассажира. А здесь вот этого вот нет. Но при этом это Overland. И еще и плагин гибрид. Я уже рассказывал, очень хорошая машина для доставки в страны СНГ. Потому что у него 2 литра мотор, заряжается, едет примерно в районе 35-40 километров на чистейшие электрики. То есть, вам не нужно ничего, скажем так, придумывать. То есть, можете просто на электрике ездить, с собой всегда двухлитровый двигатель, хорошо под растаможку. Так, а вот Fobae E такой же. Это, кстати, каратыши Trailhawk. Так, и здесь у нас и кран для пассажира, и камеры 360. Нету только проекции. Есть даже ночное видение у него. Ну, у каждой камеры омыватель. В этом плане, конечно, молодцы они сделали. И давайте на ценник посмотрим. Это более внедорожная версия, подвеска, колеса. То есть, там есть опционный некоторый. 75 тысяч долларов. Ну, то есть, понимаете. Можно покупать с техническим небольшим пробегом за очень адекватные деньги. Поверьте, вот прям дешевле намного. Очень большой выбор, как вы видите. Ну, давайте вот еще Grand Vagoneer. Я прямо... Прямо очень мне нравится эта машина. Особенно не в версии Obsidian, особенно вот с хромом. Очень красиво смотрится. Вот наряду с там Cadillac и SkyWayt у меня почему-то не вызывает такого трепета. А Grand Vagoneer реально очень крут. Вот просто нереально крут. Это у нас серия S3. Должна быть максимальная комплектация. Видите, серия S2. Но бывает и во второй, и в первой бывают какие-то опции дополнительные. Здесь выезжают пороги. Здесь у нас, не знаю, машина, машина жалко закрыта. Единственное, нет почему-то экранов. Вот должны быть экраны. Обычно даже на вторых версиях они бывают, а тут на третьих нет. Но вот этот вот один из красивейших салонов. Серый-голубой такой, серый-голубо-зеленый салон. Естественно, камеры 360, Macintosh, проекция. То есть это все есть. И вид, конечно, вид, ребята. И напоминаю, что у нас с вами база полностью от Рэма. То есть это фактически у нас Рэм. Со своей надежностью, со своей комфортной подвеской. Чуть она по-другому настроена, но в принципе это рама от Рэма. И цена, цена. Ребята, я сейчас постараюсь дотянуться. Сто... Сто тринадцать. Сто тринадцать тысяч. Ну, то есть сродник Адиллак Эскалэйт, в принципе, то же самое. Вот эти, видите, какая красивая версия. Белая с черным. Я показывал, двухцветные они бывают. Так, а вот еще Рэбл. Красивый такой цвет у него. Желтый. Есть такой TRX. Специальные версии. Так, не вижу, правда, ребята, не вижу. Ладно, не буду тратить даже время. Сложно провозить. Не вижу, к сожалению, ценника. Кто-то мне написал. Покажи нам, пожалуйста, новый Рэм 2500. Вот, пожалуйста, 2500 и турбодизель. В модном цвете. Heavy Duty. Смотрите, это Cummins, естественно. Я уже знаю, что был какой-то там негативный опыт какое-то время. Но сейчас они все исправили по поводу этих дизелей. В общем, теперь эти двигатели вообще не заставляют никаких проблем. Там какой-то был у них косячок такой. Нету, к сожалению, здесь цены. Есть только цена специальной программы. Стикеры я не вижу. Но здесь веду... Блин, есть. В пороге выехали. Есть вот здесь вот стикер. И я до него добрался. 104 тысячи, ребята. 104 тысячи, как вы видите. Но это навороченная версия очень. Здесь и люк у нас. И стоит у нас... Я так понимаю, это... Да, это Harman Kardon. Причем какая-то специальная версия. Это комплектация Limited. Вот тут давала опций. И кочерга классическая. В общем, машина, конечно, такая. Вау. Из ряда вон. Здесь... Ну, просто... Просто есть практически все. И машина, конечно, огромная. Нереально. Так, не тут только у нас. Смотрите, у нас нету проекции на лобовое стекло. Машина рабочая. Машина для работы в большей степени. Поэтому... И, наконец-таки, все нынешние ремы пошли с цифровым у нас дашборд. Соответственно, замена на метрику. То есть на Цельсии, на километр. Вообще теперь никакой проблемы. Просто взяли. Чик-чик. В юнитах нажали и переставили. И все у вас автоматически стали, пожалуйста, Цельсии, километры. Ну, специально, потому что в Канаде много продается машин. Поэтому там... Так, вот еще, смотрите, какой красавчик стоит. Просто дастиш, фантастиш. Тоже фуловый. Ну, у него есть вообще все. И камеры ночного видения. И омыватели. И камеры 360. И он весь Black Edition. Модные диски. Макинтош система. Head-up дисплея проекция. Да, на лобовое стекло. Блин, жалко, закрыто. Ах, нету экрана для пассажира. Ну, честно, не пользовался, блин, ни разу. Экран для пассажира просто прикольно. Всем показываю, смотрите, у меня есть экран. Но при этом ни разу его не использовал. Ну, так уж как-то не пришлось. И 83 тысячи стоит такая машина. 83 тысячи это комплектация Summit. Есть панорама. То есть это Black Edition 4х4. А, это еще и, по-моему, удлиненная версия. Ну, не знаю, или короткая. Ты иногда даже не определишь. Мне кажется, нет, короткая версия. Еще один Grand Vagoneer. Причем, смотрите, их стоит несколько. Блин, ну, хорошо, но дорого, дорого, ребят. 113 тысяч, мне кажется, дороговато для этого столь замечательного авто на черном салоне. Нету опять у нас сзади мониторов. Есть все, нет мониторов. Ну, тут, а вот это вот Vagoneer обыкновенный. Да, и здесь у нас цена 109 тысяч, 109 тысяч, да. И здесь у нас 6,2. Это у нас 5,3. И Vagoneer обыкновенный. Видите, вот здесь вот написано Grand Vagoneer. И стоит американский флаг, а здесь стоит Vagoneer. Американский флаг. На канадских версиях у вас не будет здесь американского флага. Здесь у нас пороги выезжают, здесь пороги у нас статичные. И здесь у нас цена 87. Притом, при всем, что, в принципе, большинство опций все у нас попадают. Вот вам экран для пассажира. Вот вам центральная консоль ровно такая же. Ну и сзади у нас здесь капитанские кресла вообще. Ну, в основном капитанские кресла идут на них. И есть очень модные цвета на Grand Vagoneer. Таможни, конечно, на них, я думаю. Вау. Вот. Так, здесь у нас что? Без экранов это у нас вагончик тоже, по-моему. Нет, это Grand Vagoneer. Grand Vagoneer. А вот, кстати, двухцветный. Белый с черной крышей. Тоже бомба. Вид у него нереальный. Так, сейчас мы посмотрим. Видите, у вагонира, у обыкновенного, у него на капоте надпись, а у Grand Vagoneer под капотом. Вот видите, здесь у нас под капотом надпись. Сразу видно, что это Grand Vagoneer. Ну, либо по надписи, да? Но свереди вот легко определить, что это Grand Vagoneer. А у обыкновенного вагонира вот здесь вот просто вот такая вот надпись. Наверху большими буквами. То есть такое отличие, если вдруг вы смотрите. Тоже симпатичный цвет. Так сколько, смотрите. Так вот, жене купить, да, нам будет детей возить в школу. Безопасно. Рамный, огромный внедорожник, проходимый. Просто. А вот цвет какой-то уже серебристый, красивый. Он издалека как Brooklyn Grey, кажется. Сейчас покажу все. Опять, начался дождь, побежала. И вот, кстати, посмотрите. Один из самых красивых, мне кажется, сочетаний. Это черный с белым. То есть черный вверх, белый низ, двухцветный. И при этом у него еще сумасшедший салон. Красивый. Вот такой вот под морскую волну с вот этим рыжим деревом. Очень красиво, по-богатому. Так, я сейчас полностью промокну. На часа дождь. Пока-пока. Спасибо, что были на канале. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. ЮСФМВАНС. Телеграл канал ЮСФМВАНС. Туда пишите свои пожелалки. Хотелки, кому надо машину в аренду, обращайтесь. Кому надо в покупку отправить в вашу страну, обращайтесь. Кому нужно внутри купить машину и получить кредит, обращайтесь. В общем и целом, все опции доступны. Все, что связано с автомобилями. Пока-пока. Ух, мокро.